Утвердил краевой антикризисный план. В нем почти 90 пунктов. На их выполнение заложено 6,6 миллиарда рублей. Один из приоритетов – поддержка малого бизнеса. На это выделяем 700 миллионов рублей. В три раза больше, чем в прошлом году. Для начинающих предпринимателей предусмотрены налоговые каникулы. Кроме поддержки малого бизнеса, в плане можно выделить еще три основных позиции. Естественно, импортозамещение. В плане сказано, что количество предприятий, работающих в этом направлении, а сейчас их 40, должно значительно увеличиться. И мощности для этого в регионе имеются. Отдельным пунктом стоит поддержка сельского хозяйства. В агропромышленном секторе главную роль этого года эксперты отвели садоводству и овощеводству. Этим отраслям помогут суммой в 500 миллионов рублей. В том числе и на строительство современной сети логистических центров. Ну и третья позиция, которой уделяют особое внимание, это создание промышленных кластеров в регионе. О переводе кубанской экономики на промышленные рельсы заговорили еще в прошлом году. Поэтому озвученные ранее позиции сохраняются и в антикризисном плане. В частности, строительство пяти индустриальных парков на территории края. Их резиденты смогут воспользоваться пониженной ставкой налога на имущество и на прибыль. И даже получить пониженную арендную плату за землю, где появится предприятие. Основные цели антикризисного плана – это сохранение темпов экономического роста и развитие социальной сферы. Кстати, свои предложения смогут вносить и представители бизнеса вместе с общественностью.